Наш эфир продолжает программу «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, начиная с первого дня своей деятельности ЗИЦ-президент начал строчить указы, что можно назвать. И тут Остапа понесло. Ну, и его деятельность встречает некое сопротивление со стороны Штатов. Причем на разных уровнях. Вот об этом, если можно. Совершенно верно. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И действительно, Джо у нас дорвался до бумаги и чернил. И мы уже на прошлой неделе говорили о всем том безобразии, который из-под его пера выходит. Хотя порой вообще непонятно, соображает ли он, что подписывает. Но, как бы то ни было, ничего хорошего он не подписывает. Это понятно. Тем не менее, мы видим с вами, что, слава богу, намечается некоторое противостояние. Пока оно более символическое, чем реальное. Но то, что оно есть, это уже такой осторожный, конечно же, оптимизм внушает. Чтобы и дальше посмотрим. При этом прессы, естественно, попадаются. Крайне редко только материалы вроде, мол, пора бы приостановиться и все-таки что-то Конгрессу дать. Какие-то законы принять. Все-таки система-то подразумевает взаимодействие всех ветвей власти. Но большинство заголовков, естественно, там, Джо, давай, все правильно делает. Отменить то, запретить это, убрать то. Ну и далее со всеми остановками. Ну, начнем по порядку. Если посмотреть на Сенат, то сейчас главная задача демократов, улюлюкающей прессы, ну и, естественно, Джо Байдена, хотя периодически пишут и вспоминают какие-то былые высказывания Байдена, что он против этого, это убрать так или иначе филибастер. Филибастер, ну, я очень быстро напомню, прием, который подразумевает возможность затормозить партии, у которой меньшинство, принятие того или иного решения. Раньше это право вообще было очень и очень серьезным, то есть можно было долгими выступлениями, меняющимися выступлениями, иногда один оратор блестал, можно было действительно за как-то филибастер to death, как говорится, да, за филибастерить до смерти, какие угодные инициативы. Интересно, кстати, что вся история этого слова и зачастую его использование так или иначе связана с демократами, потому что, хотя так или иначе, филибастер используется с давних пор, где-то с 30-х годов XIX века, но принято считать, что впервые стали вот именно подобную манеру так называть середины 50-х, когда в 1853 году сенатор Венейбл, критикуя своих однопартийцев-демократов за их военную, завышлявшуюся военную операцию по захвату Кубы, назвал это действие как раз филибастер. Ну, помним, филибустеры, пираты и так далее. Ну и вот потом слово приклеилось ко всем попыткам остановить какое-то политическое решение через Сенат, стали говорить филибастер. Но те же демократы в 17-м году, звучит как-то так по-нашему, они приняли закон, который тоже трудно перевести, то, что называется «клоучер», а именно когда большинство голосов может этот филибастер зарубить, и решение должно приниматься так или иначе. Потому что удавалось при помощи филибастера ряд действий президента Вильсона остановить, ну вот с тех пор филибастера так слегка сковали. Теперь от него хотят избавиться вообще, и в принципе можно понять почему, так как, например, Кендалл, помните, люблю я его цитировать и снова его вспоминаю, так вот Кендалл еще в 50-е, 60-е годы писал, что филибастер это одна из главных целей либералов, потому что ликвидация электроколлегии выборщиков и филибастера это стремительные шаги на пути к уничтожению американской системы. Потому что американская система подразумевает то, что решения должны на самом деле тормозиться, а никак не приниматься постоянно. Пока не достигается необходимый консенсус обществу, пока есть серьезное противодействие, значит нельзя эти законы принимать путем простого навязывания. И поэтому филибастер, он и должен работать вот таким сдерживающим механизмом. Другое дело, что тогда еще было попроще, потому что были возможны, не было идеологического разделения, и были возможны коалиции, скажем, республиканцев с консервативными демократами, что сейчас представить себе практически невозможно. Но, тем не менее, сам факт, что филибастер должен играть сдерживающую роль и не давать особо распоясавшимся прогрессивистам делать то, что они хотят, это понятно. И понятно, почему они так хотят от него избавиться сегодня, когда, повторяю, еще и появилось вот это вот разделение по партиям. Но МакКоннелл пока старается сохранить его, и даже есть некоторые демократы, вроде все того же Менчина, который, похоже, будет часто у нас вспоминаться в ближайшем будущем, который высказывает тоже за его филибастера сохранения. Ну, посмотрим, надолго ли его Менчина хватит, потому что, повторяю, вся либеральная пресса сучит кулаченками и требует отменить, запретить, убрать. И пусть Шумер делает все, но филибастер уберет, чтобы вся левотня, все левые идеи реализовывались постепенно. Тем не менее, за филибастера, конечно, нужно сражаться и отстаивать его. Вот. Если говорить о более практических методах, то и в Сенате, и в Палате уже запущены законы республиканцами, нацелены на остановку буйства Байдена в области энергодобывающей промышленности. То есть, чтобы вот Байден сейчас запрещает использование федеральных земель для разработок нефтегазовых, и Лиз Чейни в Палате представителей, Синти Ламмис в Сенате, они, каждый со своей точки зрения, они предлагают свои законы проекта, которые бы Байдену руки связали и позволили бы принимать подобные решения только при поддержке обеих палат Конгресса. Тем более, что на прошлой неделе, может, вы видели уже некоторые даже и демократы из Палаты представителей, Байдену письмецо-то написали, что как-то он разбушевался вообще-то похуже Фантомаса, и что посягательство его на американскую промышленность, на рабочие места, они, ну, в общем, не совсем помогают демократам на местах. Поэтому здесь, с одной стороны, кажется, что оба законы проекта обречены на провал, учитывая демократическое большинство и в Сенате, и в Палате. Но, тем не менее, то, что подобные действия предпринимаются, и то, что какие-то демократы, я боюсь, правда, их все равно потом построят и заставят маршировать вместе с большинством левом партии. Но пока хоть что-то еще есть, что какие-то попытки предпринимаются. Посмотрим, что будет дальше, потому что на Конгресс, с одной стороны, надеяться не очень стоит, потому что понятно, почему, кто там представляет большинство. Но, с другой стороны, еще тот же Кендалл предупреждал, что за Конгрессом следить надо, потому что там порой могут происходить вещи весьма интересные. Кстати, странным образом, но сложилась такая ситуация, чуть было, замечу, что республиканцы могли бы себе вернуть на короткий срок большинство, но этого не состоялось. Я никому ничего плохого не желаю, но когда великовозрастный сенатор Лихи заболел, то теоретически на его место губернатор Вермонта мог бы назначить любого, в том числе республиканца, и правила ему позволяли. Правда, губернатор, конечно, струхнул, и еще раньше он говорил, что когда там была возможность назначиться, потому что Сандерс попадет в кабинет, что он будет назначать только демократа на место Сандерса и так далее, и слихи бы это не произошло. Но, тем не менее, все-таки имею в виду, что престарелые сенаторы, они никуда не деваются, и я им ничего плохого не желаю, конечно же, но, повторяю, случится может все, что угодно, другое дело, хватит ли смелости у губернатора назначить на место, там еще зависит от штата, можно ли это сделать. Но в некоторых возможно, и вне зависимости от того, какой партии принадлежал сенатор, выбывший по тем или иным причинам, на его место губернатор может назначить, кого сочтут нужным по тем или иным причинам. Ну вот, лихий, он так рвется председательствовать в импичменте по Трампу, что сразу выздоровел из-за этого. Так что момент этот пропал. Ну вот, тем не менее, смотрим с вами дальше, что у нас происходит в судах. Суды, которые так яростно мешали Трампу, могут помешать теперь и Байдену, что, конечно же, хорошо. Тем более, что мы помним, все четыре года Трамп назначал судей, и МакКоннелл, тут к нему не придерешься, все эти кандидатуры через Сенат проводил, их утверждали, и все в порядке. И насколько эти суди себя оправдают, у нас четыре года возможность на это смотреть, но пока первый уже пошел, что называется. Судья Дру Типтон из Техаса, он остановил указ Байдена о замораживании, депортации нелегалов. Остановил, правда, ненадолго, там, правда, указ на сто дней был рассчитан, а судья его затормозил на две недели. Но вообще, если посмотреть на заключение Типтона, то оно вполне себе разумно и понятно. Потому что судья... Ну, я на два момента, чтобы не упускаться в какие-то юридические тонкости, можете его почитать. Оно выложено, естественно. Обращу внимание. Во-первых, Типтон пишет, что власть исполнительная в лице Байдена и Министерства внутренней безопасности, которые, вы помните, занимаются вопросом нелегалов, и не только их, что никак не объяснило, вот откуда это непонятное количество времени, на время которое надо остановить депортацию, почему вдруг за эти дни все проблемы решатся. Вот взяли с потолка какую-то цифру и ее запихнули в свое решение. И так как никаких серьезных доводов, по мнению судей, предъявлено не было, то, извините, дорогие товарищи, не убедили вы судью. Так что мимо. И второй момент уже, если говорить об иске Техаса самого и техасского генпрокурора Пэкстона, с которого все это и началось, то его Типтон признал вполне себе разумным, не только потому, что он сам представляет так или иначе консерваторов Техаса, сколько потому, что, ну, действительно, если штат полагает, что из-за вот этих вот замораживаний, депортаций на нелегалов придется тратить огромное количество денег, а штаты тратят на нелегалов огромное количество денег, вы знаете, welfare, все остальное, усилиями либералов, ну, обеих партий, здесь уж не будем только на демократов валить, собственно, этот welfare, он и приманивает очень многих нелегалов. Так вот, по мнению судей Типтона, штат представил вполне законное объяснение, почему вот это вот замораживание депортаций сильно отразится на состоянии дел в Техасе. Так что здесь пока временная победа, что будет дальше, посмотрим, и хочется надеяться, что Типтон останется не одним таким судьей, ну, а я напоминаю всегда в этой ситуации Эндрю Хэннона, человек, который в одиночку остановил амнистию Обамы. Я надеюсь, что такие судьи будут и в ближайшее время. Ну, и последний, третий такой слой противостояния Байдену, это действительно на местах, правда, пока здесь еще все это оставляет желать, и сильно оставляет желать лучшего, поскольку пока местные республиканцы на местах, республиканцы в своих собраниях, они как-то действуют с очень сильным запозданием. И только сейчас они вдруг спохватились и начали бороться с локдаунами и с приказами губернаторов по этой части. Как-то вот весной и раньше они вот такой активности почему-то не проявляли. Но сейчас, да, судьи, к счастью, некоторые проявляли. Но сейчас заворочились, и слава богу, может еще и доберутся до мошенничества на выборах когда-нибудь тоже, пусть и с опозданием. Но уже в Висконсине объявили, что все эти приказы, ограничивающие свободу от губернатора демократического, с этим пора заканчивать. И, как сказал местный сенатор Стробл, не может быть постоянного состояния, чрезвычайного положения, постоянного состояния павочной готовности. Так что, извините, губернатор, вот законодатели штата, ваши приказы соответствующие от меня. А нечто похожее происходит и в Айдахо, где уже благополучно порубили приказ местного губернатора, который запрещает собрание людей в определенных количествах. Вот его тоже запретили. Но надеюсь, что останавливаться на этом не будут. предпримут законодатели и что-то еще предпримут, потому что любым законодателям вообще-то стоит держать на столе книжку, которую держу, например, я, хоть я и не законодатель. Книжка называется «Федералист», как вы догадались, даже не Кендалл, а «Федералист». И открыть «Федералиста» номер 26, написанного Хэмилтоном, кстати, который принято считать, не без оснований, сторонником сильного федерального правительства. Так вот, «Федералисте» 26 Хэмилтон написал, что законодательные собрания штатов должны быть главной защитой граждан перед посягательствами федерального правительства на их свободу. И здесь молодцы, что они с губернаторами управляются, но надо прочесть вот эту вот цитату каждому, повторяю, консервативному законодателю, и глядя на то, как Джо собирается маски на всех, еще неизвестно, что те же самые депортации запрещать лезть со своей политикой иммиграционной и, в общем и целом, порицать и отвергать права штатов во всем их виде, то «Федералист» 26, там все сказано, да еще устами Хэмилтона, что тоже немаловажно. Ну и в заключение про мою любимую Кристи Новым, чтобы на таком более оптимистическом еще моменте завершить этот сегмент. Кристи, пока Джо Байден изо всех сил разрушает наследие Трампа в деле пролайфа, или, по крайней мере, в том, чтобы деньги американские не тратились на аборты во всем мире, Трамп это тормознул, Байден это опять вернул, потому что теперь деньги, идущие на помощь другим странам, будут финансировать и аборты по всему миру, насколько я понимаю. И, судя по всему, этим, опять же, Джо не остановится, на этом Джо не остановится, и хотя между нами он, Кортес, Берни, ну я могу еще назвать несколько имен, это, конечно же, лучшая реклама абортов, да, честно признаемся, но, с другой стороны, конечно же, тормозить это безобразие надо, и Кристи Ноума, которая в своем штате сейчас вводит, пытается провести закон, надеюсь, у него получится, который запретит аборты, если вероятность высокой диагноза синдрома Дауна, то честь ей и хвала, что, по крайней мере, заната за жизни сражается, и сражается не так, как Black Lives Matter, которых там собираются выдвинуть, вы знаете, по-моему, даже уже выдвинули на премию мира, это высшая степень дебилизма современного общества, а губернатор Ноума, она жизнь это действительно спасает, хотя, прошу прощения, есть у меня очень серьезные сомнения, что ей эту самую Нобелевскую премию дадут, ну, конечно, это и не проблема, хотя, возможно, мы сегодня к этой теме еще вернемся. Ну, как бы то ни было, если, чтобы подытожить то, о чем мы говорили за эти минуты, Сенат будет сохранять филибастер и пытаться хоть что-то предпринимать для блокирования действий Байдена, хоть что-то, там, может, что-то получится посерьезнее, судьи будут и дальше тормозить его, Байдена, указы, а законодатели вспомнят заветы Хэмилтона, а губернаторы вроде Кристи Новым, Де Сантеса, ну и мне хочется верить, еще все-таки найдется несколько человек, будут права своих штатов тоже защищать, то я не могу вам гарантировать, что они победят Байден и все будет замечательно, но сам процесс противостояния, он уже будет, по крайней мере, нам говорить о том, что американскую систему либералы пока не уничтожили. И вот эти красивые слова, которые даже в нашем русском языке не используются, потому что это, к сожалению, нам не знакомо, вот эти гридлок, дедлок, филибастер, все, что используют для того, чтобы тормознуть разбушевавшихся прогрессивистов и либералов, чтобы консерваторам, ну, республиканцам, получается, консерваторам, республиканцам, да, им удалось это сопротивление оказывать, потому что выборы уже скоро очередные, и на самом деле президентская кампания 24-го года совсем не так далеко, как нам может показаться. И тогда, кто чем занимался вот в эти месяцы первые буйного правления дедушки Джо, тогда мы вспомним, кто и что делал, и кто и как себя вел. Здесь я умолкну, пожалуй, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Спасибо. Что касается возможного противостояния в Конгрессе, ограничения безумств ЗИЦ-председателя, то, очевидно, демократы решили исключить малейшую возможность этому. Потому что я сегодня слушал пресс-конференцию Чаки Шмаки Шумера, в которой речь шла об объявлении чрезвычайного положения в связи с изменением климата, что дает неограниченные полномочия ЗИЦ-председателю финансировать любые проекты в обход законодателей. Понимаете, о чем я говорю? Конечно, плачущий большевик, да, Шумерта, он молодец. Если учесть, что нам еще и Керри пообещал, что великая перезагрузка, мы о ней говорили, она должна идти быстрее и скорее, то, конечно, это наделит Байдена практически диктаторскими полномочиями. Вообще, слушать выступления Керри и Байдена по поводу глобального потепления – это такая грустная история. Керри во время своей пресс-конференции сказал, что даже если мы сведем к нулу выбросы в атмосферу в США, это не решит проблему. Так какого хрена тогда мы пытаемся что-то сделать? Мы за время правления Трампа на 30% сократили выбросы в атмосферу. А вся суть этой аферы многомиллиардной заключается в том, чтобы опять отобрать, обобрать американцев, но поскольку, я не знаю, насколько они смогут повысить налоги, а если не смогут, то опять будут занимать деньги в Китае, значит, будем работать на Китай и отправлять эти деньги людоедам, но по пути еще распиливать, так, банально, тупо, как это делает Байден, вот, будучи бит, делал Байден, будучи вице-президентом. И, кстати, я что-то не вслышу, чтобы Керри от своего самолета отказался. Да, Джет? Да, вроде как летает вовсю. Я, конечно, понимаю, что это другое, как они любят говорить, но тут же, извините, сами помните, надо что-то или надевать, или снимать. А с Керри, пожалуйста, абсолютно пример, да еще, если вспомнить его фразу, тоже, как ты ее уже вспоминал, насчет того, что пусть рабочие делают эти солнечные панели, ну, просто аристократия перед французской революцией. Нет хлеба, да, пусть едят пирожные. То же самое. Да, то есть, он сказал, что, ну, кто виноват, если рабочие сделали неправильный выбор, не в ту профессию пошли, типа того. Вот есть, пожалуйста. И причем, когда слушаешь, скажем, Байден по этому поводу выступал, говорил о том, что мы будем инвестировать деньги на разработку новых технологий. То есть, при этом он упомянул обязательно колледж для черных, не помню название, но, в общем, что вот туда деньги дадим, сюда деньги дадим, будут разрабатывать новые технологии. Потом эти технологии они разработают. Мы будем создавать производства, которые будут производить по этим новым технологиям. Будем создавать рабочие места. Я помню, что последние восемь лет, когда Байден был вице-президентом, они тоже нам обещали новые технологии, миллионы и миллионы рабочих мест. Но как вот эти дебилы, которые голосуют за них, которые слушают это, и едят это, ну, хоть бы на минутку раскрыли коробку, так сказать, ну, хоть задумались, о чем люди говорят, какие сказки рассказывают, что это уже было, эти сказки рассказывались не так давно, и к чему мы пришли. Опять сейчас заведусь. Все, Иван, давайте, давайте сделаем перерыв, это меня сейчас понесет. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день. Алло, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Иван, скажите, пожалуйста, вот после таких поспешных вводов несколько десяток указов Обамы, которых влатил наш президент Байден, и увольнение людей в рынокомыслие, как Иларионов, вы, наверное, слышали о нем. Да, Ленин. Люди озабочены тем, куда же Обама поведет нашу Америку. И они сидят, гадают, то ли ленинским путем, то ли фашистским путем, итальянским в Муссолини, или нациал-социалистическим путем в Германии, или же аэто иранским путем. Мы знаем об Иране, то, что произошло у нас в России, то, что произошло в Германии, а мало что знаем мы об итальянском фашизме. Вы можете несколько слов сказать об этом коротко. Спасибо. Ну да, спасибо. Эта тема, конечно, слишком обширна, чтобы о ней говорить. Но я не думаю, что Обама будет двигаться по пути Муссолини. Хотя, да, все эти идеи, все во имя государства, и ничего вне государства, и этой общности, они, конечно же, используются демократами. Но нынешние демократы будут создавать, как предсказывал Рейган, и, как предсказывал Черчилль, это именно такую модель социалистического, либерального фашизма, а именно социал-демократия с полным контролем. Это, на самом деле, даже опаснее, чем то, что делали, да, скажу, что опаснее, чем то, что делал Муссолини. С Гитлером не буду сравнивать, это отдельная тема. Но это опаснее, чем модель Муссолини, потому что внешне все благополучно, а происходит вытеснение инакомыслия, о чем мы сегодня, кстати, еще поговорим, если будет время, происходит превращение Америки в заурядную социал-демократическую страну, вроде, там, не буду сейчас даже проводить тоже параллели, ну, да вроде Франции, например, хотя бы, Франция нынешняя, ну, совсем безрадостная, и отказ от лидерства. Но при этом внешне все будет выглядеть как, посмотрите, у нас расходы на то, у нас расходы на это, мы сидим в каких-то международных комитетах, даже там председательствуем, якобы все сохраняется. Но результат будет тот, который я сказал, и это пострашнее того, что делал Муссолини. Не дождался радиослушник. А, кстати, давайте, наверное, мы теперь перейдем к Кевину Майерсу. Совершенно верно. Вот мы уже говорили об инакомыслии, о том, что с Иларионовым случилось и так далее. Ну, и в прошлом году, как раз, вот когда разбушевались и без того буйные левые, и пошла вот эта вот cancel culture, появилась книга мемуаров Кевина Майерса. Майерс ирландский журналист, именно ирландский, не североирландский. Личность весьма и весьма колоритная. Он во многом сам создал свой образ такого, ну, сейчас уж ему лет-то достаточно, но когда он особенно активно работал, эти 70-е и 90-е годы, вот этот отрезок, то вот образ его, человека, который лезет под юбки, под пули и под пробки с равной степенью уверенности, ну, где там правда, где нет, уже сложно сказать, но то, что он был в Югославии в бывшей во время войны, в Северной Ирландии в самое горячее время, и в Ливане, где его чуть не убили арабы, ну, это действительно так. И начинал Майерс, как и все почти, по его словам, журналисты, с левых позиций, но наблюдение за тем, что происходит в Ирландии, в мире, привело его к тому, что Майерс стал критиком ирландского правительства, Майерс стал критиком левого феминизма, Майерс стал едва ли не главным произраильским журналистом в Ирландии, а в Ирландии, увы, антисемитизм и антиизраильские настроения очень сильны, и Майерс стал человеком, который с уважением писал о Соединенных Штатах, ну, в общем, такой образцовый консервативный журналист. Более того, в своих книгах, у него есть несколько книг-мемуаров, еще до той, о чем мы говорим, последняя книга называется «Сжигая ереси» Берлинг Херрис, до того у него были и другие книги, в частности, сборники его колонок, «Irish Man's Diary», у него была рубрика такая. И в своих работах он не только писал о том, что происходит, собственно говоря, вокруг него, свои военные похождения, свои рассуждения о том, что происходит в мире, о том, что происходит в Ирландии, очень много писал про участие Ирландии в мировых войнах, но еще он анализировал, как работает журналистика, и его анализ, он очень точный. Он описывает, что так как журналисты изначально, увы, левые, и у них господствует это стадное чувство, то на самом деле нынешней журналистики цензура и не нужна, по большому счету. Более того, им даже не нужно особенно перевирать факты, хотя они это тоже делают. Если у журналиста, да еще если хоть каким-то определенными профессиональными навыками он наделен, есть определенные задачи, то он любые факты, любые интервью, любую историю развернет так, что во всем будет виновата Америка, Израиль, капитализм, белые мужчины, ну и далее вы все знаете. И более того, его сразу объявят замечательным, отважным, героическим и так далее. Если же журналист будет критиковать левых, профсоюзы, арабских террористов и так далее, то его либо затравят, либо его просто не будут воспринимать всерьез и игнорировать. То есть, ну, как он может такое писать, если мы все точно знаем, что во всем виновата Америка, Израиль, капитализм и далее со всеми остановками. И то, что вот такой журналист, он будет загублен, вытравлен из профессии, ну, мы с вами это видим на примере этого самого Cancel Culture, и это Майерс предсказал. Случилось это и с ним. У него история сложная, потому что немного, я должен признать, что он сам подставился, он погорел на двух статьях. Статья первая выходила где-то там в 16-17 году, и, да, еще момент важный, когда он пишет свои колонки, то, ну, это не только он, это я сам с таким сталкивался, это распространенное явление, название дает не он, дают редакторы, чтобы это по эффекту не выглядело. Так вот, у него была колонка, где он размышлял о том, что все вот эти вот разговоры о неравенстве зарплат мужчин и женщин, она нечасто совершенно неразумная, и приводил в частности пример, что две очень высокооплачиваемые британские ведущие, это женщины и к тому же еврейки. Возможно, ему не стоило об этом говорить, хотя Майерс исходил из того, что он их хвалил вообще-то, и приводил пример как то, что находясь вот в таком вроде бы подчиненном положении меньшинства, а они, тем не менее, поставили себя в таких условиях, что получают большие деньги в Британии, и еврейская община Ирландии, более того, на эту статью отреагировала спокойно, и даже его похвалили. Но началась травля, что посмотрите, Майерс женоненавистник, Майерс антисемит, и то, что, повторяю, едва ли не единственный из таких серьезных журналистов, кто всегда Израиле защищал это Кевин Майерс, ему это сразу про это забыли. И тоже такой пример, если, скажем, журналистка, Кэти Арланд, по-моему, ее зовут, пишет в своем твиттере про выборы 2019 года, победа Джонсона, это на радость всем чудовищам, сионистам, и ничего, то вот Майерс за это всерьез начали травить. Ему вспомнили то, что он консерватор, то, что он за Америку, то, что он за Израиль, но и, тем не менее, вот его произраильские позиции привели к тому, что он стал антисемитом. И вытащили еще одну его статью 2009 года. Та статья была весьма провокационная, я не спорю. Смысл ее был очень, на самом деле, разумный. Он там писал о том, что законы, направленные на борьбу с отрицанием Холокоста, они почему-то не распространяются на мусульман, которые могут открыто призывать к убийству евреев, говорить, что Гитлер был прав и так далее и тому подобное. Но их не трогают. А трогают, ну, те, кто, может, это и заслужил, но, тем не менее, получаются двойные стандарты. Майерс указал, что, по его мнению, когда говорят о Холокосте и сводят его только к концлагерям, то это снимает ответственность с немцев, потому что забывают об огромном количестве евреев, которые были расстреляны. Майерс про Баби Яра, например, писал очень много. И таким образом получается, что извращают само понятие и за Холокостом можно спрятаться и вот проигнорировать военные преступления немецкой армии. И еще Майерс писал вот этот самый спорный момент, потому что, сейчас я объясню, почему, что вот эта цифра 6 миллионов погибших, она слишком уж, ну, по его мнению, круглая, и нельзя за нее цепляться. Но, если читать Майерс и другие статьи, то Майерс считал эту цифру заниженной. Вот что главное. Он полагал, что немцы убили евреев гораздо больше. Но по каким-то причинам эту цифру ее округлили и сделали меньше. Но вот в той статье он про это не написал. Известная проблема, когда пишешь про одну тему достаточно регулярно, то в какой-то момент важные вещи, которые стоит повторять, их не повторяешь. И в результате получилось, что статья Майерса, как видите, направленная на весьма разумные вещи, но написанная в его провокационной манере, да еще ей было дано заглавие «Я отрицатель Холокоста», ее сразу вытащили, ну, и пошло-поехало. Хотя ни с какой стороны отрицателем не является, конечно же, как вы поняли. Но, вот это, знаете, извечная проблема полемиста, когда ты стремишься привлечь внимание какими-то эффектными шоковыми ходами, но за ними можешь потерять смысл и вот подставиться. С Майерсом это и случилось. И пошла его травля, его стали выгонять отовсюду, его стали объявлять, уже как вы поняли, всем кем угодно. Что самое главное? Кто встал на защиту журналистов? Ну, естественно, не либеральные борцы за свободу слова, они были готовы его уничтожить. Естественно, не консерваторы, потому что, увы, но в таких ситуациях консерваторы часто вспоминают, что они заняты, ну и потом болезненная тема, консерваторы антисемизма, антисемитизма, и они тоже не стали влезать. За Майера заступились Израиль и евреи в Ирландии. Евреи своих друзей не забывают, они читают Майерса и знают, что он хочет сказать, даже если вот иногда ему чувство меры изменяет. И поэтому и еврейская община, и посол Израиля Зев Бокер, они вот оказались единственной силой, которая Кевина Майерса и защищала в такой ситуации. И поэтому его книга, кстати говоря, мемуаров, посвящена как раз еврейской общине Ирландии, которая единственная, кто его поддержала вот в том, что произошло. Здесь есть и некоторая поэтическая справедливость, что называется в этой истории. В книгу она не попала, писалась до того, но, по-моему, в одной из своих недавних статей он продолжает писать, к счастью, Майерса, он на нее обратил внимание. Среди тех, кто на журналиста накинулся с особой яростью, ну, в основном за женоненавистничество, якобы, была Роулинг, да, та самая, которая, вы помните, изобрела Гарри Поттера, автор бестселлеров и так далее. А если вы вспомните, что случилось с Джоан Роулинг в прошлом году, то вы, в общем-то, поймете, что любой либерал, который с пеной у рта бросается на консерватора и требует запретить, уничтожить, убрать, уволить и так далее, но это как в той поговорке, что не стоит бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме, потому что травля, которая случилась с Роулинг, это было практически абсолютное продолжение того, что случилось с Кевином Майерсом и что она Роулинг во многом чему посадистовала и принимала активное участие. Еще, кстати, в той травле принимала участие женщина не менее известная, но она пока от правосудия по всем планам уклоняется, это Хилари Клипт, если кто не догадался. Ну, в общем, по таким-то врагам лишний раз можно понять, что Кевин Марс человек, конечно, достойный, хотя, еще раз повторяю, стремление к шоковым эффектам его порой вредит, и чувство меры ему может изменять, ну, увы, полемист, да еще человек, который знает на самом деле, кто такие арабы, кто такие израильтяне, так как всех их видел в боевых условиях. Ну, и чтобы закончить уже, наверное, этот сегмент, еще немного про... давайте попробуем принять звонок, а потом продолжим. Да, хорошо, конечно. Добрый день. А, ну, это я? Похоже на то. Да, да. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Я спрашиваю у людей, и мне не отвечают. Меня волнует все-таки Трамп. Пичпо Трампа написали в газете нашей, что им нужно 17 человек с сенаторов республиканцев проголосовать против. Правда это или нет? Значит, фактически на 67 голосов. Так, по-моему, правильно я прослушиваю вам. Пожалуйста. Да, нужно 2 трети голосов от Сената, это 67. Я не думаю, что до этого дойдет, тем более, вы уже знаете, на местах конгрессменам республиканским уже достается по заслугам за то, что они голосовали за импичмент Трампа и Кинзингер уже получил и та же самая Лиз Чейни. Я не думаю, что сенаторы пойдут на такое. Они все-таки понимают, что и как и что с избирателями конфликтовать не стоит. 2-3, может, даже больше, к сожалению, ровнее, да, там еще кто-то может запросто, там, Мурковский, да, такого рода публика. А 17 республиканцев, ну, не верю я в это. Спасибо. Что касается Кинзингера, где-то я прочитал, что он создает ПЭК, политикала экшн-коммедия, противостоять Трампу. То есть, чуть-чуть, он выжил из ума совершенно, или он целит в губернатора этого вонючего штата. Ну, я не знаю, кто-нибудь помнит еще такого Флейка? Да. Тоже что-то там создавал. Где Флейк, простите? С Резоны, который друг Маккейна. Да, да, кто-нибудь вообще его помнит? Я думаю, никто. А тоже там выступал, что он будет бороться, и так далее. Вот и с Кинзингером то же самое. Ну, сам виноват, никто не заставлял. Так, у нас остается четыре минуты. Да, ну, я завершу про Майерса, что он описывает свои книги и то, как работает Фейсбук и Твиттер, еще до того, как мы видели то, что происходило с Трампом, и приравнивает Фейсбук к немецким улицам времен, опять же, Рейха, а Твиттер к сточным помойным канализационным водам, ну, и здесь мы тоже с ним согласимся, как и то, что молчание является из того же, из той же его книги, это весьма удобным, помогает молчанию людей и подчинение нынешним тоталитарным силам делать то, что эти тоталитарные силы хотят, и пример Кевина Майерса, ну, это напоминание всем нам. Я же вам еще раз посоветую эту его книгу и все другие прочитать и поискать в сети его колонки, они все есть, в том числе из защиты Израиля. Ну, и в завершение я еще так проанонсирую следующий выпуск, хотя, конечно же, заглавные темы по-прежнему Соединенные Штаты, но вы помните, я говорил, раз в месяц у нас весь этот год, год столетий Северной Ирландии, обязательно Ольстер, Северная Ирландия, и в следующий раз мы поговорим как раз о его связях с Израилем, поэтому как лоялисты и израильтяне нашли неожиданные точки или точки соприкосновения, как политики Северной Ирландии и Израиля тесно связаны, почему на три самых популярных флага в Северной Ирландии это Северная Ирландия, это Соединенного Королевства Израиля, почему на футбольные матчи клуба Глаз Гарейнджерс тоже ходят с израильскими флагами, и почему целый ряд боевых организаций правого, прежде всего, крыла, они себя называли продолжателем дел израильтян, и как целый ряд деятелей очень странным образом и интересным мы можем провести параллели с лидерами Израиля, вот об этом поговорим через неделю, так что я понимаю, вы следите за новостями американскими, и они никуда не денутся, но послушайте этот наш выпуск обязательно, уверен, там будет не скромно, но добавлю, будет что интересное вам узнать. Спасибо огромное, Иван, как всегда, содержательно и точно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи и здоровья. Спасибо. Спасибо.